Каждый российский обстрел мирных украинских городов – это не только нарушение законов и обычаев войны, но и колоссальное разрушение. По оценкам экспертов, из Киевской школы экономики только за первые полтора года полномасштабного вторжения ущерб от обстрелов российской армии превысил 150 миллиардов долларов. Страдают не только жилые дома, Россия разрушила уже более полторы тысячи объектов культурной инфраструктуры, не считая памятников. В свою очередь, экологи оценили ущерб для окружающей среды Украины. Он составил более двух триллионов гривен. Не говоря о том, что подрыв российскими солдатами Каховской ГЭС ночью 6 июня 2023-го привел к массовой гибели десятков видов рыб и животных. Эти изменения для пострадавшего региона необратимы настолько, что делом заинтересовался Международный уголовный суд. Поскольку Россия не признает свои теракты, значит не захочет платить репарации в будущем. Впрочем, Международное сообщество, кажется, нашло способ уже сегодня обеспечить хотя бы частичное восстановление разрушенных Россией украинских домов за российский же счет. Комитет Сената США 24 января 2023-го одобрил законопроект, который создаст условия для конфискации российских активов и передачи их Украине. 20 голосами против одного сенаторы поддержали беспрецедентный акт по восстановлению экономического процветания и возможностей для украинцев. Таким образом, Соединенные Штаты могут впервые в истории конфисковать активы Центробанка страны, с которой воюет третья сторона. Впрочем, похожие исторические прецеденты все же случались прежде, напоминают эксперты. У Соединенных Штатов самые близкие к нам ситуации были, когда после войны против режима Саддама Хусейна были конфискованы активы Ирака. Ну, точнее, режима Саддама Хусейна, потому что на тот момент при его диктаторском правлении государственные активы это были, по сути, активы семьи Хусейнов. Второе событие, когда конфисковали активы Талибана после захвата одним власти в Афганистане. Но, как видите, и в том, и в другом варианте это были режимы и активы самих режимов. Это не были прямо-таки государственные активы, особенно активы государства, которые до сих пор полноценно существуют и имеют ядерное оружие. Поэтому в контексте российских активов, если мы говорим про государственные активы Центробанка РФ, то действительно ситуация уникальная в чем-то и ситуация новая для международного права и для американцев в частности. Впрочем, Россия с каждым днем все меньше похожа на государство и все больше на очередной террористический режим. Не случайно там поддерживают бандформирование из сектора газа и хуситов из Йемена. Несмотря на то, что в преддверии американских президентских выборов в Палате представителей идут споры, по теме конфискации российских активов демократы и республиканцы вполне единодушны. Об этом высказался председатель Комитета по иностранным делам Сената демократов Бен Кардин. Так что нет сомнений, что законопроект о конфискации российских активов пройдет полное голосование в Сенате и будет подписан президентом Джо Байденом. Кстати, именно через Сенат можно ожидать в дальнейшем продвижение и других законопроектов поддержку Украины, говорят эксперты. Если мы говорим про Сенат, то ситуация там намного лучше для Украины. То есть нужно понимать, что все проблемы с финансированием, которые сейчас идут у нас в первую очередь от Палаты представителей, потому что она решает большие финансовые вопросы, они решают вопросы федерального бюджета, они решают вопросы больших пакетов помощи. И если же этот пакет будет прописан как такой, что может быть принят только голосованием Сената, потому что Сенат является ключевым законодательным органом в контексте внешней политики, то тогда проблем точно не будет. Если мы же говорим о том, что этот законопроект должен быть утвержден и Сенатом, и Палатой, тогда, конечно, возможны некоторые задержки в этом голосовании, потому что, несмотря на то, что уже администрация Байдена пошла на определенные уступки, несмотря на то, что уже, в принципе, мы выходим на какое-то видение этого финального варианта пакета помощи большого, все-таки я не уверен, что Палата представителей готова проголосовать вот прямо здесь и прямо сейчас и за большой пакет, или же, если его строчат, хотя бы даже за маленький, потому что еще очень много вопросов остается. Но, в общем и целом, Сенат точно проголосует, Палата представителей, в принципе, движется в правильную сторону, поэтому, если подавать законопроект о каком-то промежуточном фонде, то как раз сейчас это следует делать. Еще в 2022 году, после начала российской полномасштабной агрессии, ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского Центрального банка. Однако, большая часть из них находится в Европе и только около 5 миллиардов США. Тем не менее, законопроект, который одобрили американские сенаторы, четкий сигнал для европейских лидеров и может повлиять на них, говорят эксперты. 22 января высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами Евросоюза все-таки существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов в общем и необходимости поддерживать Украину в частности. Министры согласились, что сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины. Наоборот, это время, чтобы делать больше и быстрее. С финансовыми ресурсами, с военным оборудованием, подготовкой солдат и всем, в чем Украина нуждается для защиты. Впрочем, пока европейские министры все-таки не могут сформировать единое мнение по поводу конфискации активов России. В частности, о юридической подоплеке. Такого решения беспокоится бельгийский министр финансов Винсент Ван Петтегем. Я немного более неохотно отношусь к этому, потому что считаю, что нам нужны глобальные равные правила игры. И мы также должны быть уверены, что это юридически обоснованно и не может повлиять на финансовую стабильность таких системных институтов, как Euroclear. Одним из юридических способов конфискации является возможность доказать ущерб от войны в Украине для всей Европы. Это даст основания для законного изъятия российских активов. Этим вопросом занимаются три рабочие группы в Европе, чтобы создать реальную юридическую основу и предупредить возможное контроверсийное мнение. Сомнения, конечно, имеют под собой нормальную аргументацию, потому что, в принципе, изымание активов существующего, функционирующего, к несчастью для нас, государства Российская Федерация ставит под вопрос вообще всю международную финансовую систему, которая основана на абсолютном экономическом суверенитете отдельных государств. То есть, условно, если это можно сделать с Россией, то почему-то при любом необходимом и удобном случае Штаты это не сделают, скажем, с европейскими союзниками. То есть, откуда мы можем знать, что Трамп не придет к власти, и ему что-то не взбредет в голову забрать там деньги у французов, или забрать деньги у бельгийцев тех же, или у немцев. Поэтому прецедент это достаточно опасный. И поэтому прямо сейчас идет скорее разговор о том, чтобы начать забирать деньги, которые конфисковали у российских олигархов, которые поддерживают режим Путина. Сейчас идет разговор скорее о том, чтобы пустить деньги, которые зарабатывают вот эти инвестиции, вот эти предприятия российские за рубежом, чтобы просто пускать эти деньги на помощь Украине, чтобы полноценно эти деньги работали не на Россию, а на Украину. И это тот вариант, который намного мягче, намного аккуратнее можно будет провернуть без риска для международных больших финансовых институций. Потому что все остальное, что пока что предлагается, ну это действительно довольно рисковые мероприятия. Хотя, тут надо сказать, что за последние полтора года и Америка, и все другие страны группы Семи, они создали соответствующее законодательство, они создали определенную систему, по которой их центробанки, их органы правопорядка, их разведка, экономическая в первую очередь, может проводить подобные операции. Хотя речь в основном идет об активах центробанка, именно путинская клика пострадает в первую очередь, когда законопроект о конфискации станет решенным вопросом, говорят эксперты. Уже точно можно сказать, что начнут как раз денег олигархов, тех, кто поддерживает путинский режим, те, против кого было вынесено обвинение в международном поддержке терроризма, поддержке нарушения прав человека, военных преступлениях и так далее. То есть, по сути, мы говорим и о государственных активах, и о активах отдельных людей, которые этот режим поддерживают. Потому что о государственных активах, как мы уже с вами проговорили, это разговор будет долгий. Это разговор долгий, это разговор сложный. Если мы говорим о частных активах, это решается на самом деле намного быстрее. 1 февраля Европейский Союз намерен вынести на повестку дня вопрос конфискации российских активов еще раз. Кроме того, тогда же европейские лидеры планируют обсудить выделение макроэкономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. В конце 2023-го на финальном голосовании премьер-министр Венгрии Виктор Орбан помешал решению выдать эти деньги Украине. Впрочем, и он, и другой европейский популист Фица на этот раз вряд ли смогут снова вставить палки в колеса европейской адекватности. Мы видим, что Венгрию можно обойти. Мы видим, что венгерская вета, в принципе, Европейский Союз уже достаточно успешно обходит, преодолевает, и, в принципе, Венгрия уже, извините, заноза в одном месте для нормальной внешней политики всего Европейского Союза. И все они как раз идут в сторону того, чтобы или изменить процедуру голосования, или, в принципе, просто давить на Венгрию, чтобы она голосовала вместе со всеми. Поэтому я не думаю, что с этим будет большая проблема. Кроме того, другие лидеры, которые могли бы поддержать Венгрию, скажем, тот же Фица, последние переговоры со Шмыгалем показали, что с Фица можно договориться. Он хоть и популист, но он адекватный популист. И поэтому я не думаю, что с этим возникнут какие-то проблемы. Тем более Венгрия сейчас, когда вопрос денег, вот этих 10 миллиардов, хотя вроде как ЕС их пообещал, но вопрос все еще висит в воздухе, я не думаю, что Венгрия сильно в позиции шантажировать. Хотя Запад еще дискутирует о возможностях конфискации российских активов, тем не менее четкий механизм для этого уже есть. Предполагается, что после конфискации все средства поступят в Фонд поддержки Украины на специальный счет в Американском банке. В дальнейшем США создаст совместный общий фонд Украины вместе с европейскими партнерами. Затем активы могут передать Украине видеть раньше через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. То есть, несмотря на оставшиеся юридические детали, Запад вполне четко разработал процедуру поступления средств для реконструкции Украины. А значит, дело за малым. В Кремле, конечно же, заявили, что готовят какие-то ответные меры. Так, спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия якобы имеет список активов, которые она может конфисковать взамен. Это можно назвать кармой для тех иностранных бизнесов, которые уже почти два года полномасштабной войны продолжают торговать в России. Мы уже два года всем западным и международным компаниям говорим, что им нужно выйти из России. Большинство адекватных компаний вышли или реструктиризировали свои имущества там, или просто оттуда вышли, или, в принципе, уже не работают с русскими. Но есть те, которые там еще остались, есть те, которые пытаются зарабатывать на этой войне. Ну, знаете, так и хочешь сказать. А мы предупреждали, потому что как раз деньги, производственные мощности и все остальное этих компаний, находящиеся в России, они как раз и пострадают. То есть Москва сделает то же самое, что она сделала чуть больше ста лет назад. Она просто возьмет и все это переведет в государственную должность, она просто экспроприирует деньги западных инвесторов. Еще одним так называемым ответом Московии, вероятно, станет показательное уничтожение с десятка айфонов, как сделали по указке Кремля некоторые российские тиктокеры. Кстати, неунывающие бабули из отрядов Путина еще в 2012 году перепили отечественных успокоительных и сожгли целую картонку с логотипом бренда Луи Виттон, как мощный ответ Западу. Мы, отряды Путина, просим запретить на территории России продажу вот этого бренда. Позорище такое, чтобы оно у нас продалось. Как тебе говорится, что в этом бренде все бродит в огне. Но теперь путинские городские сумасшедшие могут не переживать. Луи Виттон закрыл свои магазины в России 5 марта 2022-го. То есть через неделю после того, как Россия вероломно вторглась в чужое европейское государство. Вместе с французским брендом тогда Россию покинуло еще порядка полутора тысяч разных зарубежных компаний. И, как показывает практика, правильно сделали. Ведь те, кто делают деньги на крови, в результате потеряют все.